В Башкирском Стерлитамаке прогремел взрыв газа. Тяжело пострадали три человека. Случившееся напугало местных жителей, казалось бы, привыкших жить в городе, в котором работают сразу несколько химических предприятий. На улице Уфимский тракт произошла разгерметизация с последующим факельным горением жиженного газа. К сожалению, трое мужчин получили сильные ожоги, они находятся в реанимации, в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Как сообщают местные СМИ, взрыв на продуктопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода произошел в 11.27 по местному времени и попал в объектив камер наблюдения и автомобильных видеорегистраторов. Вслед за яркой вспышкой в одном месте огонь моментально распространился на большой участок трубопровода. Сотрудники нефтехима предполагают, что горел сжиженный этилен. С 9 августа, как сообщали в пресс-службе СНХЗ, сополимерное и нефтехимическое производство на заводе было остановлено на плановый капитальный ремонт. По сообщению издания «Нефтегаз», сегодня утром проводилось обследование этиленопровода с продувкой газовой магистрали. Что стало причиной взрыва, пока не установлено. Но в числе трех пострадавших мужчин 36, 44 и 50 лет, двое сотрудников предприятия и один очевидец. Все пострадавшие получили обширные ожоги и помещены в реанимационное отделение Первой городской больницы, врачи которой посредством телемедицины непрерывно консультируются с комбустеологами Республиканского центра в Уфе и коллегами из Москвы. Судя по всему, опасного химического поражения населения нет. Во всяком случае, пожарные работали на тушение без противогазов и специальных защитных костюмов. Причины 41 специалист и 17 денис техники. Причина пожара устанавливается на месте работы дознавателя МЧС России. Следственный комитет Башкирии по факту сегодняшнего ЧП в Стрелитомаке возбудил уголовное дело по 217 статье Уголовного кодекса России нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Стрелитомакский нефтехимический завод, входящий в группу компаний «Росхим», известен выпуском авиационного бензина, высокооктановых добавок к топливу, фенольных антиоксидантов и каучуков.